Дорогие мои друзья, братья и сестры, я от всей души вас приветствую в имени Господа нашего Иисуса Христа. Я рад передать вам приветственные слова, слова благословения, поддержки с братом нашим Павлом Прокоповым, который я очень люблю, доверяемый в одной команде. И вся церковь наша молится о его приезде к вам. Я совершенно уверен, что Дух Святой употребит его для общей пользы. Я хочу, чтобы Бог благословил вас, которые пришли на семинар, на встречу, на молитвы, на евангелизацию, чтобы Господь сильно употребил. Каждого из вас для дела своего. Я желаю вам Божьих благословений и говорю, что мы будем сотрудничать для Царства Божьего. Мы не говорим о каких-то союзах, каких-то человеческих объединениях. Мы говорим о братстве, мы говорим о Духе Святом, о помазании, о содействии, о взаимной поддержке. Поэтому вы можете рассчитывать на нашу духовную поддержку, нашу любовь, центр пробуждения. Я и мои служители, братья. И здесь, в Америке, я уверен, на Украине, я знаю их мнение. В России, на Дальнем Востоке, в Китае у нас сотрудники, на Аляске. Вся наше братство благословляет вас. Мы знаем о вашей встрече. И мы желаем, чтобы эта встреча была действительно благословенной. Успеха вам и Божьего благословения. Меня зовут Георгий Макан, я пастыр церкви Унген, Свет Миру. Мы приехали с командой людей, примерно 30 человек. Мы получили большое удовлетворение, потому что мы слышали человека, который не только имеет теологическое знание, но он имеет и личный опыт духовный. Это было мое личное благословение. И я верю, что для моих людей. Я не хочу только проповедовать. Я хочу жить, что говорил этот человек. Мы передаем привет от нашей церкви и лично от меня, тем, кто будет нас слышать. Пусть Господь благословит всех вас. Значит, на этой конференции я почувствовал себя очень хорошо. Мы приехали с утра с Тишинева, с Уфой. Было 200 километров. Приехали большая команда из наших церквей. Было услышано Слово Божье от человека, который имеет опыт с Господом и который имеет миссионерское сердце. Очень благодарны за то, что вы упустили, благословили нашего брата Павла. И он был благословением для нас. Одна душа с нашей... Значит, от Тишинева, которая приехала с нами. Она покаялась, слава Богу, за это. И для нас было большое удовольствие, духовное удовольствие, чтобы иметь такое прекрасное общение, прекрасная конференция. Желаем вам благословений и до благословения Господь. Меня зовут Борис Берканица. Я служитель в городе Кантемире. Это 80 километров здесь, на юге от Вулканеш. Мы приехали на эту конференцию шесть человек. Для нас была очень большая радость. Мы были очень уставшие. У нас было много евангелизации в Кантемире. Мы приехали сюда уставшими и думали, до шести стоим и пойдем домой. Но после первой проповеди Дух Святой ободрил нас не только духовно, укрепил нас телесно. И мы остались до конца. Каждый человек, который пришли с нами, они свидетельствовали, что Господь их укрепил, наполнил. Это было большое вдохновение. И мы это вдохновение понесем в наши семьи в первую очередь, потом в наши церкви, в наши города. И мы верим, что этот огонь, который здесь зажегся, он будет распространяться и зажигать другие огни. Спасибо вам большое за брата Павла, что вы его послали к нам сюда, благословили его, молились за него. Спасибо за ваш труд. Да благословит вас Господь. Слава Иисусу. Приветствую Центр Пробуждения. Сегодня, 15 января 2019 года, мы провели замечательную конференцию с участием Павла Прокопова, чему я очень рад и благодарю Господа за него, за весь труд, который вы делаете. Конференция была, конечно же, в двух словах. Очень хорошая, благословенная. Слово было очень сильное. Просто на глазах видно было, что слово изменяет людей. Это, наверное, самая главная цель, но не наша, но Божья цель. Поэтому мы благодарим Господа за все и пусть Бог возбудит ваш труд. И будем идти вместе. Слава Иисусу. Слава Богу, братья и сестры. Меня зовут Алексей Иванов. Я пастор церкви города Париж, где церковь благая весть. И на один день город Вулканешты стал центром, скажем так, духовного огня, где собрались многие служители и многие христиане нашей страны. Небольшой, но очень благословенной страны. И мы переживали в это время действительно помазание Божие. Было принесено слово живое, действенное и полезное для каждого из нас. Как и для пастырей, для служителей, для лидеров, и для рядовых членов церкви, просто христиан. Поэтому пусть Бог благословит брата Павла Прокопова. Пусть Бог благословит его служение, где он ведет его. Его семью благословит. Церковь домашнюю, его друзей, служителей, пастырей, епископа. Мы вас любим и мы вам желаем Божьих благословений. Поэтому Одесса, Аляска, Китай, Индия, Сакраменто. Пусть Господь вас благословит обильно. Мы вас помним и молимся за вас. С миром Божиим. Аминь.